Такой спокойной кажется земля Эти строки принадлежат поэту Нине Мюдиковой, женщине земной, но щедро наделенной космосом, даром всевидения, всечувствования, глубокого проникновения в самую суть бытия и души человеческой. Совсем недавно в Красноярске вышел в свет сборник ее стихов, прозы и писем с воспоминаниями близких и друзей. Книга называется «Нина» с подзаголовком «Поэтическая жемчужина Сибири». Вот одна из последних чудом сохранившихся видеозаписей поэта. 1993 год. Нина Ивановна выступает на творческом вечере тогда еще совсем молодого композитора Алексея Парамунова. Стихи. Она, конечно, не могла не одарить ими виновника торжества и всех приглашенных в тот вечер гостей. Мне хочется подарить вам их сегодня на пороге новой весны, чтобы вы забыли обо всех этих чертовых трудностях. Они пройдут, ей-богу, и мы снова станем жить как-то немножко счастливее, веселее, если найдем в себе вот эту веселость, эту надежду. Вот-вот черемуха затружится метелью нежной над селом, как будто бабушкиным пружинцем в округе небо зацвело. И что-то древнее, забытое, уже теснится на губах, весенним солнышком омытая. Душа одолевает страх, как будто бы зимы и не было, а в жизни не было потерь. И все печали стали небылью, и все начнется лишь теперь. И снова зерна в землю вешнюю, янтарным сыплются дождем. Какую ж красоту нездешнюю мы с фонарями ищем днем. Она вокруг, руками нашими, да будет дальше, не порушена, пока над лугом, речкой, пашнями еще плывет черемух кружено. Спасибо. Нина Нюдикова родилась и выросла в Шушенском. Я родилась в году послевоенном, на 30 лет моложе октября. И выросла уже на каше с пенкой, но молока в нее не лили зря. Я родилась, а в этот день прошла в стране послевоенная реформа, которая взяла да подмела. Те накопления денег, что сверх нормы, те накопления скудости сердец наживы на отчаянии кого-то. Госбанковский работник, мой отец, домой вернулся за полночь с работы. Еще не знал, что дочка рождена, и первым плачем землю огласила, потом шутил он. Счастье, мол, страна, тебе, как неразменный рубль, вручила. Счастье, мол, страна, тебе, как неразменный рубль. Будучи тонкой, чувствительной и пластичной по своей природе, она все же не сразу открыла в себе поэтический дар. Лишь когда судьба свела ее с человеком, трагически и полно сыгравшим свою роковую роль, она отреклась от благополучного и спокойного существования офицерской жены. Отреклась до конца дней своих и стала писать, творить. В творческом отношении она быстро переросла своего учителя и возлюбленного. Он не простил ей этого. Друзья, говорят, случалось и бил. Напивался и элементарно избивал. А она терпела долго. Из любви и ради детей, которых родила ему. По комнате метался человек. Недобрый пламень сжег худые щеки. И оборвать безумный этот бег. Бессильны были ласки и упреки. Был алкоголь сильнее рук моих. Как загнанные звери, наши тени. И не было несчастней нас двоих, Поставленных бедою на колени. Уезжаю, молчу, не плачу, Будто сплахий взгляд из окна. Дай судьба тебе в жизни удачу, Ту, с которой и смерть не страшна. Пусть тоской перехвачено горло, Слушай музыку песен земных. О тебе я подумаю гордо, Как о лучшей из сказок моих. С 1980 года Нина Нюдикова, Сотрудник редакции шушенской газеты «Ленинская искра». Наряду с сугубо журналистскими материалами, Довольно острыми и кусачими, Она публиковала на страницах районки, В краевых журналах и сборниках, Свои стихи. Из письма подруге Евгении Мальцевой Мы со своим летобъединением Понемногу выступаем. В училищах поселка, В коллективах. Готовится она с передачи На Абаканской телестудии. Но это все внешние мелочи. Главная работа идет внутри каждого отдельно, Незримо, чаще всего неуправляемо. Стихи пишу сейчас с чувством, Что они слишком камерны, Замкнуты на себе самой, А ведь нужно шире смотреть на мир. Впрочем, на самом деле Это погружение вглубь себя Было лишь частью ее поэтического познания бытия. Шушенской природе и миру людей Нина Ивановна посвятила Такое количество стихов, Что их с лихвой бы хватило На отдельный сборник. Синеют за окном у нас саяны, И кажется, до них рукой подать. А выйдешь в путь, И облаком туманным Тихонько станут горы уплывать. Прогреет летний день полей просторы, И щедрым солнцем высветит леса, Но вдруг дохнет упрямый ветер горный, И подадут тасхылы голоса. Село мое в предгорьях Саянских, На перепутии степей и тайги, Здесь, на суровых тропах партизанских, Как вечный пламень вспыхнули жарки. О ней не скажешь, Вот в жизни она была такая, А в стихах другая. Она не придумывала стихов, Вся ее жизнь в них. Так написал красноярский поэт Николай Еремин В предисловии к сборнику стихов Нины Нюдиковой В ожидании любви, Изданном шушенской типографией В начале 1994 года. Так коллеги отдали дань памяти Безвременно ушедшему из жизни поэту. Первая книга Нины Ивановны Нюдиковой Вышла в 1994 году. Это был скромный, небольшой сборничек. И вот теперь, когда уже, к сожалению, Нины Ивановны нет, Появилась прекрасная книга. Она планировалась к юбилею Нины Нюдиковой. Но вы знаете, что издание «Тельство» Это дело хлопотное. И вот с задержкой в три месяца Эта книга вышла. Я считаю, вот издание этой книжки Буквально культурным событием В жизни нашего района И, пожалуй, даже шире. Потому что Нину Ивановну Многие знали, многие любили, ценили. И вот эта книга, вот даже внешний ее вид, Она такая нежная. Она вот под стать лирике Нины И ее светлой душе. Поэтому, я думаю, все любители поэзии, Все почитатели таланта Нины Ивановны Нюдиковой Будут рады, что теперь появится такая книга. К сожалению, тираж небольшой. Да и это и понятно, Ведь в ее издании принимали участие дочери, В частности, дочь Татьяна, которая живет в Америке, И Нины многочисленные друзья в Красноярске, Которые подобрали с любовью, по разделам, Буквально все, что Нина Ивановна За свою короткую жизнь сделала, И собрали вот в этой прекрасной книге. Еще хочу сказать, что Виктор Буков, Наш фотограф, профессиональный, Если можно так назвать, да, Представил сюда свои замечательные снимки, Которые очень украсили эту книжку. Потому что Нина Ивановна, как вы знаете, Очень много писала о поэзии. И единственное, что хочется сказать, Вместе с радостью, Вот за эту книгу, которую, К сожалению, не увидела Нина Ивановна, Печально то, что Так уж у нас складывается, Что поэтов, И вообще людей талантливых Замечают и чествуют, к сожалению, Только после их смерти. О своей неизлечимой болезни Нина Ивановна узнала в 1992 году. В те годы рак груди звучала, Как приговор. Она была очень сильной женщиной, Но болезнь оказалась сильнее ее. И в новогоднюю ночь 1993 года Нины Нюдиковой не стало. Она ушла из жизни всего лишь в 45 лет, Но ее душа продолжает жить. В памяти ее друзей и близких, В ее детях и внуках. Обнять весь мир не в силах я, Когда меня он обнимает, Когда по-братски угощает Водой таежного ручья. Но сердцем чувствую, Что я всего живущего частица, И не уйду из бытия, Успею перевоплотиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok